Продолжение следует... 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 Не только тем, что молодежь пригласили, ну вот, там, делили ей внимание, дали послужим детям, чтобы в этом мире как-то нужно раскрутить дальше, чтобы он был более плодоходным. То есть более активно плодоходным в нашей стране. Что касается трофологического направления. Это направление имеет очень давнюю историю, отечественная трофология, и связано в основном с освоением новых районов провозок. И связано с именами крупных гидробиологов и ихтиологов. Эта связка не случайна, именно потому что это запросы трубок. В первую очередь диктовали необходимость поиска, ну, изучения закономерных скоплений, мидраций промысловых рыб, которые обычно связаны все-таки со скоплением домовых организмов. И не случайно во главе лаборатории, которая называлась «Биология моря» в природе, стоял крупный гидробиолог Борис Петрович Монкеттик. Многие, я думаю, знают его замечательные классические труды. И его самая такая, в ней первая, основная работа была «Плантон и сельдь». Там, значит, были все цепы развития плантона, круговорот, его сезоны изменений, этап миграции, распределения вертикального и так далее, и питание сельдьи. Вот эта лаборатория существовала довольно долго и была оснащена, ну, большим количеством сотрудников, направлений. Вот, потом как-то все это, к сожалению, всякие перипетии рассасывалось, расформировалось. Потом лаборатория была, потому что были полгоночные, менялись директора, менялись руководители, менялись приоритеты и акценты. И дошло даже в 70-е, 80-е годы до того, что была, скажем, съемка проведена, 12-летняя съемка «Плантона Баренцева моря» и «Питание моем». То есть этот «Плантон» специально предполагался собирать его для изучения карманов, базы моем, обеспеченности пищи. Но потом сменился руководитель, и эти «Плантоны» все, если еще данные по питанию как-то оперативно представлялись, были даже публикации хорошие, то эти «Плантоны» и «Плантоны» за 12 лет собраны очень качественно, они остались стоять на полках. И только в 90-е годы, когда уже как бы интерес к этому направлению, периодически он был затухал и возрастал, в данном случае он уже активизировал в этом направлении все исследования, обнаружили этот «Плантон» и частично успели обработать из них из 12 лет до 5 лет. Но пришлось приложить очень большие усилия, в том числе финансовые, чуть ли не свои личные. То есть, потому что «Плантон» стоял в требовании своего предложения, своего осмысления. Начало количественных исследований питания в Палинске море относится к 30-м годам. И связано, в прошлом столетии, и связано с именем Гудовича-Гидробиолога Зунгевича, который вместе с которыми соревнировал Бродский, например, Александр Иванович, они проделали очень большую работу, по сути, внедрили этот метод. Это, в общем-то, простой метод количественного анализа, где интенсивное испытание выражается в индексе вполне желудка. Это всего лишь индекс процентов от массы тела рыбы. То есть выражается в процентах. Но другими показателями, более простыми, но более доступными, и могут быть такие, ну, которые могут использоваться в массовом порядке, без особой затрат, усилий всяких, метод чисткой исключаемости, и полевой анализ, еще более распространенный, это визуальная оценка наполнения желудка в банках. С помощью этого метода, конечно, весового Баринцева моря, были проведены только масштабные исследования. Они уже были проведены в 30-е годы, причем они продолжались, ну, по нескольку лет, скажем. Вот работа по изучению питания крестик проводилась в 34-й по 40-й год, и потом, в 20-й период, с 47-го по 52-й год. Это были, по сути, одни и те же исследования. Это была вся облегчая работа. Там было, конечно, это до сих пор, эта работа является настольной книгой нашей. Однако уже тогда авторы отмечали, что для оценки интенсивности питания необходимо получение данных о величинах суточных рационов, для расчета которых было необходимо экспериментальные данные о скорости переваривания пищи. Вот. И как-то, как подвиг на эти запросы, в эти же годы, в 30-е, в 40-е, по сути, во всех подоемах страны, вот эти работы проводились. Для Баренцов моря, для Баренцов морской трески, это были известные работы Карпевича Бокова 36-37 года, потом продолжены, трагердивы. Очень много этой работы выполнено на южных морях, на южных морях, на его средних широт. Это тоже очень большой список акторов. Наибольшие были, исследования проводились на черноморских рыбах, и в частности они связаны с именем Катерины Романовны Фортунатовой, которая занималась изучением питания хищных. Катерины Романовна сама была по специальности биолог и математик, и ей была разработана первая формула оценки рационов хищных рыб в 40-е годы. Это довольно простая формула, но, тем не менее, как показали дальнейшие исследования, она достаточно жизнеспособной оказалась на лучшее. Тем не менее, Катерина Романовна, работая уже с хищниками Дельты Волги, преобразовала эту формулу. Эта уже работа была в 61-м году, и она в таком виде вошла в методическое посоль для этого. Но, вообще-то, честно говоря, Катерина Романовна, что раньше было, ну, как бы, мне кажется, хорошо, то, что вот эти исследования переходили из рук руки, то есть передавались, то есть от более опытных к более молодым, и это, как бы, если можно сказать, знамя подхватила Ольга Александровна Попова, которая до сих пор работает в МЭС, и она здесь присутствовала в первый день. Это старейший наш работник по изучению питания пещерых отношений. У них была публикация, и это направление потом еще называлось водоемом-помбой, ну, то есть получило очень, тоже большое развитие. О подходах к расчетным суточным рационам и личных рыб вообще очень много публикаций, много всяких интерпретаций. Почему? Потому что все-таки они многочисленные водоемы, и часто их роль негативные. И где-то уже в 70-е годы потребность в исследованиях, в количественных оценках еще стала более острой, еще стала более острой, потому что это было связано уже с проблемами, ситуации складывались в состоянии рыбных ресурсов в морях Западной Европы, в частности в Северном море. Несмотря на понимание важности тропологических исследований для управления проблением, долговременные ряды данных питания хищных рыб в европейских странах организовывать не удавалось. И в Северном море проблему решали проведением так называемых годов желудков. Это было в 81-х год, через 10 лет 90-х, 1-й и так далее, в течение которых разными странами собиралось большое количество желудков, и у них определялось масштабовые данные различных промысловых объектов. И дальше это все использовалось для установления объема вылора, промысловых видов. Работные тропологические направления в этот период активизировались и в нашей стране. Так, в 81-м году в Кенинграде было впервые проведено совещание, международное совещание в Геодорфологии. Ну вот я еще, к сожалению, в этом не участвовала, а вот работники в Миру очень многие участвовали. То есть это как бы положило начало в нашем, в усилении наших тропологических исследований на более высоком уровне. В этот же период в практику вошел выпуск в НИРО сборников по питанию рыб. Это были довольно регулярные сборники 82-й, 85-й, 88-й, 89-й. Ну там еще были и вот последние зоны 2000-го года. Кстати сказать вам, в НИРО было очень много сотрудников, тропологов. Сначала под руководством Алина Алексеевна Нейна, потом уже другие там было очень много действительно управления, капитальная причина и все это как-то очень замерзывало и объединяло. То есть там публиковались материалы из всех подоемов и мы узнавали о состоянии тропологических исследований, встреченности пищи и так далее в разных подоемах. В 89-м году на базе основных НИРО было проведено всесоюзные первые всесоюзные семинары где присутствовали по сути все ведущие тропологи было очень много тоже молодежи и это тоже очень имело большое значение для опытов войсков руководителей и так далее то есть очень хорошие контакты но кстати в очень большое развитие тропологических связок тоже в Калининграде под Лангнеру ну тогда еще и Балтийские республики тоже там были хорошие спорные как развивались события со сбором материала и с усилением исследований в Валенцевом море в середине 80-х годов был начат совместный проект Пенро-БИМИ БИМИ это Эркенский институт морских исследований и назывался он исследование взаимоотношений запасных и дождьбионтов в рамках которого на основе согласованной методики формировалась база данных по питанию промыслово-фирпич и фикши продолжающихся до настоящего времени в середине 90-х годов Пенро-БИМИ также был введен в практику не до сокращенного анализа питания но он был в общем достаточно такой совершенный можно сказать потому что она реализировала каждая рыба взвешивалась содержимая желудка и в зале определяли круглые организмы составом состава пищи вот и этот метод причем этот метод довольно широко применялся имел большую акваторию поскольку наблюдатели собирали материалы не только в научных кейсах но и в промыслов кейсах по всему Паренцево море в последние годы Паренцево море также расширили пульс это будет как раз этот рисунок наказана вот эта база данных по исследованию желудков совместная база данных пелеро и пимир которые с 84-го года продолжаются до настоящего времени и если посмотреть следующий слайд это видно красная доля российская то есть она она дамы богачает то есть видно что работы ведут интенсивно значит последние годы Паренцево море усилили исследования совместные с БИБИ питания у моревых в течении уже 5 лет побольше уже писатель в таком в общем-то этот класс является уникальным и единственное в общем-то первого масштаба одновременно в конце 80-х годов на базе морской авториальной ММВИ когда я там работала в заведующей лабораторией мы в течении 10 лет работали по определению скорости переваривания пищи у меня тоже состав был в основном из молодых выпускников университетов работали все большим энтузиазмом и это были очень тоже действительно большие по трудовым мастерафоты потому что нужно было отслеживать ну всякие там проявления питания кормления так далее где-то через 2 часа и это все продолжалось по несколько суток подряд ну все это делали это же с удовольствием и в период работы с ММВИ мы провели в общем-то уникальную экспериментальную работу по определению по уточнению методик ордунатового сорокового это первоначально и ее варианта рекомендованной методическом пособии мы кормили грязком определенным количеством пищи и методом прямого учета определили величины суточных рационов так вот значит по количеству пищи потребляемой грязкой каждой сутки по методу прямого учета и по формуле фортунатовой сорокового года они оказались очень близкими 1,6 и 1,7 процента а то что было рассчитано по фортунатовой шестьдесят первом году оказалось замышленным двое таким образом оказались они замышленными для хищников и длинных переваривания эта формула оказалась малоприемлемой эти работы были были обсуждены с Александром Поповой и опубликованы то есть именно по рекомендации по применению этой формулы ну к сожалению у кого патологического пособия нет и это осталось в этой дороге компликации ну поскольку этот период была активизация вот именно корреческих исследований в 89-90-м гг. для Тресковых и других групп Северных морей с зарубежными армии также было разработано множество подходов и методов оценивки пищевых рационов из них наиболее широкое применение для трески Баринца в море получила экспонсионная модель переваривания пищи до санкса это которая была разработана в центре экспериментальном центре до 90-го года и там основная суть заключалась новая сутка температура и данные по скорости переваривания различных видов жертв потом выполнены нами был сравнитель анализ различных методов и также присоединялись ну и то есть ведутся до и и так тоже этим методом работала на основе гадмина коровушка работа то есть получили достаточно исходные данные и эта формула была Это используется в Пенро и БИМИ в качестве единого отхода для расчета солнечных рационов крески и в настоящее время используется. Значит, сочетание интенсивных полевых исследований питания пенро и БИМИ и результатов экспериментального исследования переваривания пищи и оценки величин солнечных рационов выполненных в Норвегии в университете Крамсу и БИМИ позволили выполнить, выполнить ежегодные расчеты потребления пищи в РИСКОЙ с 84-го года подрастающей БИМИ. В том числе, значит, на основании которого рассчитывалось потребление важных промоусловно отношений видов любой, сельди, сайки, холодедельские пикши, северные креветки, а также фузейки и перейдки. Также были сделаны расчеты потребления пищи и для других зонных рыб. Достаточно большим количеством пиатолизированных желудков, вот по этим видам, также имеют пикши, черный пакус, камбл-йорс и другие. Вот это с вами. С 95-го года расчетные данные потребления пищи и сотовой молоки, молоки пикши и мойва представляются за рабочую группу ИКЕС, по ракическому рыболовству, для учета хищничества пищи и оценки запасов этих промоусловых видов. В связи с этим, в текущей оценках, в состоянии запасов этих видов рыб, прогноз для массовых запасов для причины общего запасового улова, проводится с учетом их поедания треской, что соответствует широко применяемому и декларированному в последние годы эссистемному подходу к управлению морскими биологическими ресурсами. Это привело к положительным результатам для этой системы бороться в море. В частности, после трех коллапсов в Мойве, 86-88-98 и 2003-2005 годах, ее запас не обнаруживает признаков перелова и наступления нового коллапса. При определении суточных засонов также используются методы, основанные на анализе суточных изменений наполнения желудков кишечников, в лучшем кишечном тракте, определение скорости переваривания проскладываемого питания в естественных условиях. Это разработанные и интерпретированные методы, ну да, автора в основном, Новикова, Романова, Хоган, Трагердива, которые используются для алтофагов, многим, я думаю, они знакомы. Как показал проведенный анализ, эффективность применения вот этих методов, определяется соответственно их выбора типов характера питания. Эти методы, как мы, в итоге мы делаем такое исключение, что эти методы применяются лишь при наличии у исследуемых рыб четко выраженной ритмой питания, преимущественно мелкими и быстро переваривания кормовыми объектами, оптимальные случаи питания будут на фактах. Трудность применения этого метода связана с необходимостью проведения суточных станций. Кто-то сами знает, что в наших условиях это бывает тоже довольно трудовыполнимо. Использование такого подхода для взрослых хищных рыб, в частности для трески, питающихся преимущественно крупной рыбой с летним перевариванием, показало низкую эффективность этого метода. Что также подтвердило цехи на модели при работе с рыбочными станциями. И использование этого метода оказалось успешным для сигалеток, трески и взрослых моем, питающихся рефузией. Ну вот мы примели тоже исследованные фактические связи. С связи мы пытались осмотреть экосистемные связи в Баренцевом море. В Баренцевом море, где основной полос составляет небольшое число наиболее многочисленных тонн, значит, треска, пикша, черный фалкус, морские окунь и другие. И эпилогические их моевые сайты рыб, различающиеся происхождением, численностью, распределением и зависящим от климатических результатов, интенсивности рыбок, вылова. На протяжении последних пятидесяти лет периодически происходила смена их теоцена. И это все отражалось в питании трески, поскольку рыба все-таки является ее основным кровавым объектом. Несмотря на широкую эврифальку и трески, ее основной отход связан традиционно с боринцевыми рыбами – мойкой, селькой, сусайкой, а также молодой рыб и рыбок разными. Среди, образующимися сезонной концентрацией, с их распределением связаны основные особенности напольного цикла трески. Эти виды группы представляют разные географические комплексы, поэтому климатические фруктуары влияют на их чистость в определении характера диетических связей. На фоне смех климатических периодов на протяжении только сорока лет, с рассадок до шестидесятых годов, питание трески было характерным – чередование доминирующих видов, и на их основе отмечались саечный откор, бойный откор, сельдяной откор. В настоящее время можно сказать, что трески основной откор – это мойный откор. В отдельный период до этих лет в трофике Баринцева моря складывались фактические ситуации. Тут интересный очень момент в истории Баринцева моря. Как в теплые 50-60-е годы, характеризующие доминированные водоемы атлантическо-скандинавских сит, и присутствие Баринцева моря и ее молодых поколений в течение многих лет подряд приводило к недостатке плантона и к дологанию этой молодой сельди. И в итоге вместо двух-трех лет ее обычного нахождения в Баринцева море, после которого она созревает и уходит совсем из Баринцева моря и живет уже на Рижском море, она находилась в Баринцева море до 5-6 лет, и даже ее считали в Мурманской сельди. И ввелся интенсивный промысел этой сельди. И даже была такая организация специализированная на Мурманской сельди. В 60-е годы, значит, после года интенсивного промысла, сельди достиг своего максимума, что в результате с появлениями неурожайных поколений, ну там и связанных по холоданию, привело к уменьшению нерестового запаса сельди настолько значительно, что в начале 70-х годов сель перестала совершать догольную миграцию, вот эту часть Норвежского моря выходить на зимушку по восточным берегам Исландии, а оставаясь в течение всего года 20-й грязной зоны надвиги. Ну, в последующие годы, даже при выступлении благоприятных климатических условий, сель уже выметала так малая крыша, что это не давало возможности с урожаемым поколением. Какую роль сыграли хищные рыбы, когда в страфическом потенении запаса сельди в 60-е годы, сейчас сказать трудно, поскольку подобные исследования в те годы не проводились. Можно лишь предполагать, что оно было существенным, когда запас трестового в те годы был в хорошем состоянии. А влияние тысячи на численность поколений, появившееся в 83-м году, после холодного периода, первый теплый год, в поражаемом поколении сельди и в следующем поколении этого периода позволяет судить данные, полученные нами в 84-м году, в 2002-м году, в соответствии с которыми крышка ежегодно выведала десятки миллионов центеров молодой сельди в основном возрасте 1-2 лета. Условия потепления Баренцевого моря там способствовало изменение распределения крышки и совпадение зимовальных скоплений с таковыми молодой сельди в центральной части моря. То есть, когда пыльская там зимовала, она буквально вот, ее ареал совпадал с реалом зимующей сельди в нижних слоях воды и эта сель усиленно выедалась. Особное интенсивное потребление сельди наблюдалось начиная с 92-го года, когда общее количество потребленной и плавозрелой сельди составлялось в среднем от 3 до 6 миллионов центов в год или 120-160 тысяч тонн по биомассе. Соответственно, такой мощный пресс хищников перед устоснижением нересового запаса сельди в Норвежском море был одной из причин формирования малочисленных поколений и в последующие годы практически полного исчезновения молодой сельди в Баренцевом море. Ну, говорили заранее, что еще периодически до 4-го года они появлялись, но мощный пресс, трески, запас которой, как мы слышали, находят в хорошем состоянии, по сути, рост запаса сельди прекратился под длинными водами. В 70-е годы сельди заменилась в море, численность которой парился море напрочь и возросла. Ситуация с морем развивалась аналогично какому сельди. В середине 70-х годов советский и норвежский былом море постоянно увеличился и достиг максимума от 3 миллионов тонн в 77-м году. Важным фактором влияющей на численность популяции моря в этот холодный период был характер ее взаимоотношений с треской. Но я считаю, что ее распределение моря в этот холодный период было преимущественно. Нет. Нет. ... ... ... ... ... Вот эта ситуация. По сути она не указывала никакого влияния на сети. То есть в 70-е годы, как и была демонстратора, сохранили высокой численности сети. По сути она не указывала никакого влияния на сети. В начале указанного периода сельско-запазала интенсивность пользования с полосом и хотела, чтобы было отмечено свежение увеличения ее запаса. В результате запас морда в 86-87 году перешел в состоянии полоса и в последующие годы под влиянием промысла хищник наливался на низкого уровня. Причина резко дефицит запаса морда – это целый комплекс пассов. Прежде всего, в большом периоде с другом, когда наиболее интенсивно стало, во-первых, делать часть объявлений и были ледены в практику машин для сортировки морда. То есть, наладим все заполнено. Что-то отмакливалось, да, в среду сортировочных устройств, конечно, ну там. В следующем случае падение запаса морда, мой бы так способ повредения хищников. В конце 70-х, начале 80-х годов. Сначала это бальварские млекопитающие численности, которые, только тюрень и беломорская популяция, приближалась к 1 миллиону козов, а в 85-86-м годах риской высокочисленных поколений, достигших к тому времени размеров, в которых мой бы стал для них доступных форм. По данным козову, придание риской морда, хоть и пол, в годы было довольно высоким, достигало примерно 1 миллиона тонн. Перед наливанием забасов плантофагов, так же происходило время распределения пищевых ресурсов плактона. Вот известны сведения, значит, о чем я говорила в 50-е годы, в начале это было связано с большим прессом, не только сельди, но и мой бы и трески, на плантофагов, что сопровождалось с оголоданием трески. Противофазность потребления треской, мой бы и пуски. Противофазность потребления треской, мой бы и пуски, усиление конкурентных отношений между мой бы и сайтом. В середине 80-х годов, условно отпадения резкого запаса, мой бы численности и пуски. Противофазность потребления треской, мой бы и пуски. Противофазность потребления треской, мой бы и пуски. Ну вот, потребление сеть, где и зарубок, как родители, как родители, как родители, как родители. Понимаете, что это такое, что это повысилось в поколении пик, в поколении пик, в поколении. Очень интересная ситуация была, значит, с эпилейными. И в период, как они взорвали, в этом эпиле, в этом эпиле, когда численность вода, когда была голодная база, просто это смотришь, как школьные службы, поскольку, опять, с пищевыми конкурентами мойки. То есть они питаются сепозами. И вот они играли такую большую испытание и плески, и, в частности, и мойки, ну, и сайты, что же. Вот, ну, потребление молодых в истории. То есть вот этот период паниболизм был пять раз, а этот период, ну, как было с пылью, и, в общем, он не хватило ниже. Потому что есть достаточно море. В периоды, когда песка не питалась, когда очень низкая, она не совершала вибрации, и вообще повлияла на нее именно обеспеченность пищи, она вообще сидела на западе, а не совершала вибрации. Вот это было. А на промысле, вон, на ее качество. В принципе. Так, сейчас-то с такой момент, чтобы... Переведу. Используем. Поступивший, вот, мы здесь видим. У него вот так отложите... С 2000 до 2004 года организовался существенную структурную перестройку по системе Баренцева моря, связанную с глобальным уступлением. Как мы видим в последние годы, для Баренцева моря характерна очень низкая рядовидность. То есть, по сути, в июле Баренцева моря, и если в 80-е годы у нас граница промокольда проходила по 77 градусу, то теперь она находится за 82 градусом. И произошло небольшое увеличение промысловых видов, но я вам показала, что как она произойдет, то есть шлифтка. В 2008-2012 годах запас моря находится на стабильном уровне, как мы видим, и довольно высоком уровне, 350-450 рядовидность. Большая часть окуляции составляет срок на рыбу в годы 2-3 годы. С 2000-2004 годах так и происходило дальнейшее повышение величины запаса сайги и увеличение в ее популяции доли половинских крыб. В теплые годы отмечалась массовая вибрация в качестве формирования дополнительной коронавирусной трески. В теплые годы отмечалась массовая вибрация из Норвежского моря Путасон, чему способствует также увеличение численности за счет половины жарких поколений с 99-го и 2000-х годов. В теплые годы рассматривая годы, снижение численности калортофагов, также была высокая численность инфузий, благодаря увеличению приносу тепловодных видов из Норвежского моря, особенно из Норвежского моря Путасона. Так, несмотря на кратковременное повышение численности молодесей, вот как вы видели, она в очень короткое время и очень долго подкреплялась треской, и зато увеличилась точность молодесей выражения в поколении печи. Доступность потребления моего треской в отдельные годы также различалась, что обусловлено их. Продолжение следует... 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 Во-первых, поскольку мойба мигрирует из дальних районов, она не успевает накопить жены, у нее не происходит созревание половых продуктов. То есть у нее есть потребность к усиленному откорблению. И что происходит, значит, мойба, концентрируясь в побережье этих районов, Мурмана и Кабыгин, она питается, она питается, следующее, она сильно питается в грузии. То есть усилилось ее влияние на грузии. Что мы видим? Красный, синий, это просто, красная, это часть, просто по массе, синий, это чисто встречаемостью. То есть побережье вот этих, эти годы увеличилось приедание рисков, приедание мойба, приедание листового грузии. Раньше у нас была такая закономерность, что когда мойб усиленно выедает предневестовое скопление грузии, то летний период после их размножения, обычно идущая на восток и на север, в принципе, приставку из щеку, поездок пищи, она питается на этих предневестовых скоплениях грузии. Ну вот надо думать, что в последние годы вот это усиление, подтверждение грузии в зелье весенний период, будет способна сокращению кормовой базы трески. Город остановиться на связи мойки с кормовой базой. Очень интересное исследование, значит, мы, сохраняя преемственность лаборатории с прошлыми годами, у нас, значит, мы тоже, как бы мы прослеживаем связи с кормовой базой. То есть, фонтона, ну, только теперь уже не сетки, а с мойки. То есть, в условиях расширения ориентации подхода к генистовой мойвы, в зимнее-весенний период увеличивается зона и откорма кузины в генистовом скоплении, и это отразится на базе трески. Дальше, следующий слой, да. Вот на этом слайде мы видим, значит, да, по поводу мойвы, значит, кроме промысловых затрат для российского промысла, изменение распределения мойва имеет экологические последствия. То есть, в частности, при сохраняющем высоком уровне запаса мойвы для обладания в последние годы боепомпуляции трески, которые потребляют на основном фузеи в старших стадиях, наблюдается значительный пресс на сообщество фузеев. Я дальше покажу. Значит, вот мы видим здесь картину. В течение четырех лет характер питания плавозрева мойвы. Значит, красный – это обозначенные, ну, высокие индексы наполнения желудков мойвы за счет питания эфузеи, а в синий – это в основном питание кофе-модами. Ну, поскольку проголадает рыба старший возрастной урок, то мы как бы видим, что эфузеи являются более избираемым пищевым объектом. И появилось еще, в очень важном сезоне, мы видим, что еще появилось еще три фузеи. Это в те годы, когда трески не хватает, не хватает кофе-модной уроки, она переходит на заменяющую пищу, которая, в данном случае, служит фитогнатой, а это плево, то есть не очень малоценная пища. Ну, то есть заменяющая, выполняющая вот такая пища. Вот это как раз на этом слайде показано распределение питающейся мойвы в течение четырех лет. Именно это наши совместные данные с норвежцами. Ну, к сожалению, та часть проб, которую собирают норвежцы, там в основном у них методики несколько расходятся. Они в пробу берут 10 штук всего и определяют состав пищи по группам. Это поды, эфузииды, амбелиды и прочее. Мы же, вот нашу часть, которая, ну, тут где-то посредине Боринцевого моря, по центральной части, мы определяем, полностью пищу идентифицируем до вида, что нам позволяет, конечно, там рассуждать о пищевой избирательности мойвы и о ее влиянии на структуру антона. Значит, вот следующий слайд, то есть как раз показано, как на протяжении последних лет меняется структура эфузи под влиянием потребления. Ну, в разные ходы, конечно, складываются разные ситуации, но в целом мы видим, что популяции мойвы, да, причем это не просто мойвы, а ведущий видственный сэнергос, то есть который в основном сейчас преобладает в Боринцевом море, и является основным кормовым объектом. Вот мы видим, что уж начиная с 2008 года, очень сильное влияние на, как на пополнение, вот эта левая часть ряда, так и на взрослых рыб. И причем в последние годы, ведь сейчас потребление не только взрослых рыбозит, а даже еще и личинок, личиночных стадий 4,8 мм. То есть, и причем ими питаются не только молодые риски, которые здесь не показаны, но и взрослые риски. То есть, мы видим у нас на лицо недостаток пищи. Но эта ситуация складывается достаточно близко к таковому, что вот так в течение, в свое время, многих лет, появление урожайных поколений сельди, когда на плантом их водал, вот сейчас тоже в течение 6 лет подряд появление урожайных поколений мойвы, тоже приводит к недостатку пищи. Причем вот эти данные, это данные уже октября-ноября, то есть, это та структура, тот состав зимующего фонда и фузи, который уже здесь определен после поедания рыбами, то есть, то, что будет зимовать, и то, что будет расплажаться в следующий год. То есть, ситуация, ну, мне кажется, не вполне благополучная. Значит, в то же время, если характер потребления мойвы и фузи, в наибольшей степени был связан с определением комментирующей урожайной энергии, то специфика потребления мойвы и каплифон заключалась в избирательном питании преимущественно половозвелых мойвы, старшими стадиями самхами крупных арктических видов коляновых глициалис, коляновых гипербориус, на 7-махотеках. Значит, на этом рисунке видно, что в пище мойвы разных размерных групп, это в районе земли Франции и Осипа, доминирующее место и по численности этой верхней формы, и по массе занимает арктический вид коляновых глициалис, за ним следует крупный арктический вид коляновых гипербориус, и совсем небольшое место, вот последний, пятый рисунок, там играет роль коляновых гипербориуса. Причем вот эти два арктические виды, то есть потребляют в основном на 4-5 стадии, а гипербориус, который самый крупный из них, это в основном все-таки на стадии самок, то есть мойвы выявляет самок, в основном коляновых гипербориуса. Как мы знаем, стратегия этого вида, очень интересная стратегия у него, пищевая и как бы оборонительная, то есть он питается, где-то в середине лета уже прекращает питаться, гербные слоя, питается очень интенсивно, и уходит на зимовку, взя паузу, уходит где-то в середине лета, накопив очень много жира, и за счет которого он может вообще не питаться, в течение 9 месяцев, и за счет этого жира происходит предозревание его ганат, половых продуктов, и он может даже не питаться весной фитоплантоном, то есть ему этого достаточно, вообще он размножается зимой, но в лицаре сумеет меньше потенциал энергетический, но тоже достаточно, и уходит из верхнего слоя немножко позже, когда он в середине лета придерживается там до конца лета. Вот так мы видим, что пищевая стратегия этих рачков, она как бы перекрывается пищевой стратегией эмольбы, которая совершает вертикальную миграцию, и питается, как раз избирательно питается, старшими стадиями. Следующий. Как это отражается на возрастной структуре? Ну, в данном случае мы рассмотрели, например, колямусы глициалиса. Вот с 6 по 11 год, там, значит, мы видим, что популяции рачков в основном преобладают, значит, те годы, когда молотов было мало, в 6-7 год, популяция, какая у нас в лицаре, она равномерно была представлена и младшими, и старшими стадиями рачками. А уж начиная с 8-го года, вот особенно в 8-м году, когда численность в лицаре была очень высокая, в популяции остается одно молоте, в 3-й, в 3-й стадии, в августе-сентябре. То есть, все остальное выедается моем. Вот. И если посмотреть на следующий слайд, то мы видим, что в 8-м году, ну, там показано... Следующий слайд, пожалуйста. Мы видим, как в 8-м, 9-м, 10-м, 11-м годах менялась структура Капипот, Барицово-Море. Здесь опять, должна говориться, та же ситуация, что мы здесь, поскольку мы делаем съемку, чтобы Барицово-Море вместе с норвежскими, то есть это, в общем-то, хорошая съемка, она делается в августе-сентябре, но видовой состав обрабатывается только в нашей лаборатории, а на Западе не обрабатывается, то есть только в общей био-массеи. То есть у них, ну, не хватает специалистов, обученных, и они там картину эту не дают. Ну, если мы видим, то, что у нас обработка идет на высоком хорошем уровне, мы видим, что в 8-м году, значит, там популяции, у нас там очень много, вот красный – это колямус фирмарфикус, желтый – колямус блецарис, синий – это колямус минопус. Ну, там уже другие виды, там еще медведя лунда есть, и мы видим, как только на протяжении 4-х лет структура Копикот меняется. И меняется биомасса. То есть в основном она формируется за счет колямус блецарис, но вот она очень резко снижается, поскольку все доколямус белки он биомассу не дает. И эти данные позволяют нам говорить о том, что продуктивность боевского моря и формируционные возможности снижаются. Одной из основных причин, значит, сегодня здесь две причины. Одна причина – это, естественно, варидание моря, численность, которая находится на высоком уровне, ну и сайт тоже самое, собственно, я просто перевожу эти данные, тоже почитают, пытаются крупными арктическими видами, старшими стадиями. И вот это, а с другой стороны, вот эти климатические изменения, которые происходит варидное в самом море, в частности, изменения, резкое изменение ледовой обстановки, быстрое разрушение льда, оно как раз приводит к тому, что это отражает, стеребующийся на коленце блецарис. И почему? Потому что, как известно, из работ на немских последних лет, вот именно длительное нахождение льда, оно сопровождается формированием ледовых водорослей, которые на ранних этапах развития очень важны для льда, а в условиях очень быстрого разрушения льда происходит, ну, это очень короткий период, особенно говоря, который, по сути, сокращается очень резко, и вот это пополнение коленуса блецарис, собрание месяцев в марте, в апреле, они, собственно, решают все пищи, ну, это так вот, конечно, положение, но, тем не менее, видимо, с этим связано то, что могут быть последние годы, что отражается на численности как раз основного арктического вида коленуса блецарис, именно в динаментах варидного моря. Спасибо.